Приветствую вас, и по первой проблеме можно сказать, что по всей вероятности за то время, что вы не общались со своими друзьями и знакомыми, вы осознали, что интересы, ваши интересы, ну, скажем так, не совпадают, вот просто не совпадают, и когда вы вновь оказались с ними, то их интересы, то, чем они увлекаются, то, что их интересует, вам показалось чем-то далеким и отстраненным от вас. Понимаете, если раньше проблем с общением вы не испытывали, а сейчас, после того, как не общались какое-то время со своими друзьями, начали, то это говорит скорее о том, что все-таки вы не так близки со своими друзьями. И здесь я думаю, что вам нужно либо вновь начинать делать их интересы вашими, либо искать других людей, которые бы разделяли бы те интересы, которые есть у вас. То есть для начала, вот этот вот момент, ага, момент ваших интересов, его желательно бы, ну, проработать. Его желательно бы немножечко сделать для вас ясным, потому что пока складывается такое ощущение, что вы не совсем отдаете себе отчета в том, что интересно вам и чего вы хотели бы получить от окружающих вас людей. Это вот такой первый момент. Второй момент. Значит, вы пишите о том, что вам не очень поговорить с людьми. И здесь не совсем понятно, есть ли у вас проблема в общении именно, или вам хочется как-то разговор с Аристией, но вы не знаете, как и о чем. То есть вот этот момент, он не очень понятен. Но в любом случае, связано это с тем, что, опять-таки, у вас недостаточно общего с людьми, с которыми вы общаетесь. То есть здесь не так много возможных вариантов. И вам, кроме как, повышать свой кругозор, расчерять его, других вариантов вряд ли можно сказать. Другое дело, что если вы не можете начать диалог, потому что сомневаетесь в себе, это момент другой. И если он есть, то, опять-таки, по какой причине вы в себе сомневаетесь? Что заставляет вас в себе сомневаться, например? Может быть, какие-то комплексы, неуверенность в себе, что-то еще? С этим домом нужно разбираться. Если говорить о том, что у вас ничего нового в жизни не произошло, и из-за этого вы не можете поддержать разговор, то я не думаю, что это такая уж серьезная проблема. Потому что на самом деле люди, когда живут, когда у них сложившийся жизненный уклад, они, как правило, мало чего нового получают, именно, если говорить о впечатлениях. Но это не мешает им встречаться с людьми и своими друзьями, и общаться с ними же. Иначе говоря, отсутствие чего-то нового вряд ли может свидетельствовать о том, что вам не о чем поговорить. Вряд ли это может служить достаточным основанием для подобного утверждения. И вам здесь нужно либо выбирать лучших друзей, просто лучших друзей, более, так сказать, тщательно выбирать лучших друзей, либо получать свой кругозор и делать интересы других своими интересами. А также не забывать про возможные блоки. Если есть блоки, то с ними нужно работать, как я уже и сказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!